В строю бессмертного полка в Москве были и потомки Мелитона Кантария, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил над Рейхстагом знамя Победы весной 1945-го. Сегодня на родине младшего сержанта в Грузии открыт памятник в его честь. Из Тбилиси репортаж Риммы Берулава. Молодой 25-летний Мелитон Кантария, только что вернувшийся с войны. Лицо победителя. Скульптор Роман Ширози начал работать над бюстом еще в 1945 году. Эскизы хоронились у художника более 70 лет. Бюст Мелитона Кантарии на его родине в Грузии установили только спустя 23 года после его смерти. Сначала в городе Джвари, где он родился, сейчас в Тбилиси. Все потому, что будучи скромным человеком, он был категорически против, чтобы ему ставили памятник при жизни. Кадры фронтовой кинохроники. Группа солдат сбегает по ступеням Рейхстага. Затем двое из них закрепляют трепещущее знамя. Это красное полотнище не было единственным, что взвелось над Рейхстагом в тот весенний день 1945-го. Но именно то, которое водрузили Мелитон Кантария и Михаил Егоров, официально считается знаменем Победы. Сегодня на Красной площади легендарное знамя Победы. Оно в руках героев Советского Союза полковника Санцонова, ассистенты у знамени героев Советского Союза Кантария и Егоров. Рейхстаг подожгли. Они хотели в огнем нас выкурить, но ничего не получилось. Потом богатя поднялись на крышку, вот там поставили знамя. 30 апреля, 9 часов мая, уже знамя Победы стоят. Рейхстаги упали. Мелитон Варламович Кантария родился в 1920 году. До призыва в Красную армию работал в колхозе. В боях участвовал с декабря 1941-го. Был разведчиком Первого Белорусского фронта. За водружение знамени в Берлине ему, как и Егорову, вручили звезду героя. На вопрос, кто такие Егоров и Кантария, без запинки ответил бы любой советский школьник. И, конечно, Кантария помнит сейчас не только в Грузии, но и в других странах бывшего Советского Союза. Накануне в Москве во всероссийской акции «Бессмертный пол» участвовал внук Мелитона Кантарии Мираб со своим сыном, правнуком Героя. Мой дед водрузил знамя над Рейхстагом. Он сделал наш мир таким, каким он есть сейчас, он сделал его свободным. Это у тебя знамя, вот оно, знамя Победы. В Тбилиси же на открытие памятника приезжала 69-летняя дочь Мелитона Кантарии Циала. Она с детьми и внуками сейчас живет в Греции, но скоро планирует вернуться на родину. У меня сын меньше, он когда в первый класс пошел, должен был пойти, и он попросил. Дед говорит, расскажи, может мне в школу спросят, как там было. Он начал рассказывать, у него пошли слезы, и он говорит, все, больше я ничего не могу сказать. Он никогда нам не рассказывал полностью. У него он нервничал потом и не рассказывал. Грузинский скульптор Роман Ширози, который дружил с Кантарией, кажется, больше других ждал часа, когда установит этот памятник. Но до открытия бронзового бюста он не дожил, умер в 99-м году. Работу заканчивали коллеги, а боевые товарищи Кантарии, ветераны, смогли собрать на это нужную сумму.